Здравствуйте, Тиана. Бизнес-тренер – одна из новых профессий на региональном рынке. Расскажите, пожалуйста, немного об этом. На чем вы специализируетесь и какова область ваших профессиональных интересов? Спасибо за вопрос. Я являюсь практикующим бизнес-тренером, консультантом по организационному развитию и занимаюсь консалтингом с 2000 года. И в основном это проведение организационной диагностики, проведение тренингов, бизнес-тренингов по управленческим навыкам, по повышению эффективности бизнеса, по продажам, это также тайм-менеджмент, команды образования и так далее. Анна, расскажите, пожалуйста, о своем положительном опыте работы. Чем вы гордитесь, какими-то проектами или достижениями? В основном я горжусь тем, что у нас услуга полного цикла, начиная от снятия запроса у клиента и потом уже разработка непосредственно всех моментов, которые касаются обучения или развития организации. И мы также не бросаем нашего заказчика и занимаемся посттренинговым сопровождением и введем его до конца, до получения эффективных результатов. Замечательно. 25 мая в Твери в Химволокно пройдет конференция «Повышение конкурентоспособности бизнеса и увеличение эффективности продаж и прибыли». Расскажите, пожалуйста, кому будет полезно участие в конференции и на какую аудиторию она рассчитана? Ну, прежде всего, хочу сказать, что данная конференция такого масштаба проводится впервые в Твери. У нас очень интересный формат. Это 8 спикеров в режиме нон-стоп и будут рассказывать свои практические новинки, методики, как повысить продажу, увеличить прибыль и в итоге повысить эффективность бизнеса. Это представители московского рынка и Санкт-Петербурга. Они все практики, консультанты с большим опытом работы. И аудитория, на которую мы рассчитываем, это прежде всего директора, собственники предприятий малого и среднего бизнеса. Это непосредственно руководители, также руководители службы маркетинга и продаж, подразделений. Также те менеджеры, которые занимаются продажами. И, конечно же, те, кто хотят создать свой бизнес или находятся на стартапе. Какими успешными практическими технологиями вы готовы поделиться с теми, кто будет присутствовать на конференции? И что можно будет реализовать сразу? Наши тренеры, спикеры, всех, кого мы пригласили, готовы поделиться практическими новинками. Потому что те, кто владеет информацией, владеют миром. Информация в настоящее время очень быстро меняется. Поэтому будут рассмотрены такие вопросы, как повысить продажи, уйти от холодных звонков, уменьшить влияние человеческого фактора на этот процесс, для того, чтобы процесс был более эффективным и получать максимальное КПД от продаж. Поэтому все технологии, заявленные, которые будут рассказаны, в том числе и хедлайнером нашей конференции Даниилом Гридиным, можно будет реализовать сразу. Они не дорогостоящие, то есть не требуют переделки сайта, допустим, от Артемия Лебедева за 3 миллиона рублей. Их можно будет реализовать прямо сразу в течение 2-3 недель после конференции. И, конечно же, если непосредственно участники, директора, те, кто будут, примут такое решение, что им нужны эти интервенции и эти изменения. Хорошо. На мероприятии будут присутствовать прежде всего представители бизнеса из Тверского региона. Можете ли вы обозначить какие-то особенности, сложности, плюсы или минусы? Чем отличается столичная площадка от региональной? Ну, конечно, у нас есть региональные особенности. У нас не такой широкий рынок, как в Москве или Санкт-Петербурге. Но я думаю, что для любого региона, в том числе и Тверского, есть такая проблема, особенно в продажах, когда человек, который достаточно хорошо работает, чувствует свою силу, у него есть своя клиентская база, он понимает, что он может, он либо уходит и организует в этом же сегменте свое дело, либо уезжает покорять столицы. И, соответственно, собственник сталкивается с такой проблемой, что данную дырку очень трудно закрыть. Поэтому у нас на конференции будут рассказываться конкретные технологии, касаемо как избежать таких ситуаций. И это проблема не только других регионов, но в том числе и Тверского. Потому что на данный момент те компании, которые, допустим, имеют филиалы в различных других городах, в том числе и в Москве, очень сложно, есть большие расходы на то, чтобы путешествовать между городами, или там очные встречи организовывать, то есть это затраты, опять же таки. Поэтому наши тренеры расскажут, как непосредственно снизить данные расходы, и это будет касаться, конечно, Тверского рынка. И в завершение, назовите, пожалуйста, пять причин, почему необходимо обязательно посетить вашим мероприятиям. Ну, прежде всего, у представителей бизнеса всегда очень мало времени. Это большая загруженность, и они занимаются в основном текущей работой. И всегда очень трудно найти время на то, чтобы сесть, успокоиться, сосредоточиться и подумать о будущем. Так называемое проактивное управление. Не реактивное, когда мы решаем проблемы здесь и сейчас, а когда мы немножко думаем о будущем, мы выстраиваем свою политику компании. Поэтому в любом случае будут представители разных бизнесов, можно будет пообщаться с коллегами, пообщаться с экспертами, которых мы пригласили, и набросать какие-то планы усовершенствования, планы на будущее, и посмотреть, может быть, на свою компанию с другой стороны. Это причина номер один. Во-вторых, в кулуарах, на кофебрейках, в перерывах можно будет обязательно подойти к экспертам, они будут доступны, и, может быть, за 2-3 минуты получить ответ на ваш вопрос, который злободневный и который нужно решить здесь и сейчас. Так как эксперты являются представителями разных сегментов рынка, то поэтому, я думаю, что можно будет получить практическое решение прямо уже сразу. И это самое высокое КПД и самое хорошее вложение денежных средств именно в себя. И третья причина — это то, что наш формат предполагает в режиме нон-стоп участие именно 8 экспертов. Они все разные. Приглашен даже один международный эксперт в области маркетинга. У нас классическая схема, когда проводят семинары, это один лектор вещает целый день. Здесь же 8 разных людей в одной тематике готовы будут поделиться с разных сторон видением, как решать те или иные проблемы. Поэтому это комплексное рассмотрение проблемы, повышение эффективности бизнеса, увеличение продаж и прибыли. И пятая причина — это то, что все зрители, все, кто придет на конференцию, они обязательно унесут с собой дополнительные материалы. То есть у них в памяти останется не только какие-то слайды, которые будут показывать спикера, но еще и дополнительная информация, которую можно будет прийти в офис или дома, просмотреть, прочитать что-то, может быть, еще раз корректировать свои какие-то мысли, планы и, соответственно, внедрить их уже завтра. И наш основной лозунг на данное мероприятие — это как получить максимум денег от своего бизнеса. То есть увеличение продаж прежде всего. Ясно. Наши читатели задали несколько вопросов, потому что конференция заинтересовала не только тех, кто непосредственно связан с бизнесом, но и простых граждан. И вот поступили такие вопросы. Интересует, чем отличие бизнес-тренера от психолога? Ну, это совершенно разные профессии. Есть сейчас очень много разных понятий. Модератор, фасилитатор, психолог, консультант, коуч, тренер. Их очень много. Это где-то вот в одной области, но все они занимаются разным. Допустим, консультант, он разрабатывает решение проблемы после диагностики для решения проблемы, конкретно разрабатывает какой-то план рабочий для решения проблемы организации. Непосредственно бизнес-тренер, он разрабатывает программу тренинга, обучающую программу и ведет тренинг. А психолог, он может сопровождать все эти процессы, да, психологического характера. Он может делать оценку персонала в организации. И мы работаем комплексно как с консультантами, с экспертами, так и с психологами. Правда ли, что тренинги эффективны только в сфере продаж? Или можно бизнес-тренинги использовать еще в каком-то направлении? Нет, конечно. Просто продажи являются таким злободневным направлением, да. Это то, что приносит деньги компании. И, конечно, это одна из наиболее интересных тем всегда для руководителя и для организации. Но тренинги эффективны не только в продажах. Тренинги могут быть как личного характера, то есть первых лиц компании, да, топ-менеджмента, то есть это управленческие тренинги. Они могут быть направлены на оттачивание какого-то одного навыка, допустим, те же самые обзвоны, холодные звонки про то, что я сказала. И психологического характера, это и стресс-менеджмент, тренинг по командообразованию для того, чтобы, так скажем, склеить людей, чтобы была более эффективная работа. Поэтому спектр очень широк. Так. Кто-то из мелких предпринимателей спросил, как вы считаете, реально ли содержать розничный магазин без внешней вывески, то есть без названия в торговом центре? И если реально, то что нужно сделать в первую очередь, чтобы привлечь себе внимание? То есть я так понимаю, кроме вывески, чем можно привлечь себе внимание, да, интересуется человеком? Ну, я думаю, что в нашем, в наш век без вывески магазин содержать достаточно трудно. В любом случае реклама важна и нужна, она привлекает потребителей. И поэтому, кроме вывески, ну вот у нас на конференции будет один из лекторов, который занимается инноватикой, это Елена Чурина из Петербурга. Она говорила по данному вопросу следующее, что нужно понимать, какой товар вы продаете, что вы рекламируете. И, соответственно, этому товару должна быть грамотно оформлена витрина. То есть нужно понимать, да, что вы хотите преподнести. То есть потребитель должен визуально понимать, какой товар вы представляете. И вот еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, как не умереть на розничном рынке в Твери в связи с наступлением онлайн-магазинов? Интересный вопрос, спасибо. Но Билл Гейтс сказал, что сейчас существуют два вида компаний. Те, кто есть в интернет, и те, которые out of business, те, которые умерли. Поэтому одна из первоочередных рекомендаций все-таки идти в интернет, потому что за информационными технологиями будущее, и развивать свой бизнес в том числе и через интернет.